Традиционно я начинаю влог со дня рождения Евы днём ранее, потому что вся интересная часть подготовки происходит заранее. К сожалению, в этот раз конец мая нас не радует погодой. Я помню три года назад, когда я была с огромным животом в ожидании того самого дня Икс. Такая классная погода уже стояла, мы ходили в платьях. И вот я так и запомнила, что день рождения Евы — это прям настоящая весна. Сегодня я в свитере зимнем, в такой жилетке очень тёплой. Кстати, вам могло показаться, что я резанула себе волосы примерно на 8 сантиметров. Так вот, вам не показалось, так и есть. В прошлом году, перед днём рождения Евы, у меня были афрокосы, которые я распустила. В этом году вот это, в следующем году как бы блондинкой не стать. Первым делом хочу, конечно, вам показать платье. Оно в пол. Если что, здесь написано 68 сантиметров, это не тот размер. Посмотрите, это самое длинное платье, которое вообще мы Еве как-то либо покупали, потому что обычно они ей всё равно по коленку, чтобы удобно было бегать. Но это прям такое принцесса-принцесса. И, возможно, да, оно будет не такое суперудобное, но на смену мы возьмём ещё одно, чтобы в нём было можно бегать. Бантики-резиночки к платьюшку. Я думаю, сделаем ей два колоска или два хвостика, если она не даст сделать два колоска. А это костюмчик единорога. Штанишки такие, леггинсы, ободочек и кофточка. Она обожает единорогов, всё, что с ними связано, поэтому в этом костюмчике она будет проходить утренний квест. У нас всего пять подарочков. Первый из них единорог, и с него всё начнётся, и, на самом деле, как будто он будет проводить весь этот квест. Но, на самом деле, я записала голосовые заранее, и мы будем просто в колонке включать, как будто это он разговаривает и ведёт ко всем подарочкам. Боже, такой вот страшный, на самом деле, вот этот мальчик или кто-то. Когда я покупала этот набор, я его заказывала в интернете, не было такой убогой обложки. Но, на самом деле, это классная штука. Наборчик у зубного. Чистить зубки можно, их лепить из пластилина. Ну всё, остальное уже посмотрим во время квеста, как Ева будет это всё находить. Семья. Какая? Ты сильная? Ты не возгласила на леснику? И Лев осторожно от тебя. Ничего, я смелая. Обниматься. Обниматься, сейчас будем обниматься. Он хочет с тобой поговорить через эту штуку. Да. Ева, доброе утро. Это я, твой друг Единорог. Я тебя поздравляю с днём рождения. Тебе уже целых три годика. Сегодня я хочу провести для тебя квест. По нашей квартире ты встретишь несколько милых подарочков. Ты готова? Да. Супер. Отправляйся в кабинет к папе и залезай на стол, как ты любишь. Давай. Тебя будет ждать первый милый подарок. Ладно. Идём. Ну-ка, ну-ка. Что это такое, Ева? Залезай на стол. Это прочистки зубов. Прочистку зубов? Угу. Вот сюда зубки ставите. Ой, это зубная щётка. Да. Давай ещё... Да. Сделаем море. Море? Вот такая щётка. Бормашина в составе. Правда, наши батарейки, видим, разрядились. Мы просто аккумуляторами пользуемся всё время. Короче, она вот так крутится. Здесь зубки формируются. Зеркало. Штука для бракетов. Так делаешь. Тут остаются штучки такие. Это нам сделать надо язык. Я хочу меня взять. Давай. Какая ты молодец. Нашла мой первый подарок. Я надеюсь, тебе будет очень весело играть в зубного доктора. Посмотри внимательно по сторонам и найди бабочек. Костюм единорога. Вот они бабочки. А вот он костюм. Это что, единорог поделился своим костюмчиком? И вот это. Направляйся туда, ищи нам новый подарок. Новый. Новый. Ой. 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 Есть идеи, что это? Это кофе. Правильно, Ева, это твоя первая камера. Всё. Место, где мама играет на барабан. Вот он. И когда слушаю свою музыку, кажется, что это говорит маньяк. Направляйся к барабанам. А что это такое, Ев? Как думаешь? Не знаю. Вот это? Это такая штука, которая тетя на кассе пикает, чтобы отбить товар, а потом тебе его продать. У тебя в детстве была касса? Я буду подавать. У меня не было. У меня тоже не было. Я к подружке ходила играть в кассу. Сюда можно говорить что-то. Тетенька говорит такая, Марина, подойди на кассу. Интересно, а почему здесь вот все овощи, они с такой штучкой, смотри. Чтобы они не стали на весы, да? Они на магнитиза? А тут у тебя настоящая карта, чтобы оплачивать свои покупки. У мамы такая же. Да? Беби, 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 беби. Беби, беби, беби. Что это слышно, да? Беби, беби, беби. Слава богу, я салачал. Спасибо, Лера. Слава богу, я салачал. В коридор. Там, где все переодеваются. Что же там? Это мои ролики. Ролики твои. Давай посмотрим. Будем кататься, Лето. Я не умею кататься. Мы научимся. Я же тоже не умела раньше. Все вместе будем. Давай сейчас наденем. Я хочу сейчас покатиться. Мы все равно не умеем. Научимся, научимся. Я тебя поздравляю. Ты нашла все свои подарки. А теперь самое время подкрепиться. Правда? Семь рожденья, красотка наша. Ой, наверное, вкусный тортик-то, а? Будешь пробовать? Да. Ура. А кто тут стоял? Свечечка. Тебе понравился квест? Да. Это вкусно. Ой. Вот это вкусно. Вот так надо есть торт. День рождественский. И башка приехала, он называется. Но мы на самом деле снимем два колеса сзади. Сразу же, когда в деревню приедем. Эти боковые. Чтобы учиться на двухколесном кататься уже. Потому что если всегда ездить на таком, потом очень-очень сложно переключиться. Готовы? Да, да, да. Да, 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 да. Ух ты. Я как разочнялась. Ой, какая юбрица. Дай бабушке покатить. Обалдеть, ей ведь три года. Три года для меня всегда было каким-то таким возрастом особенным. Когда ребенок уже все-таки становится прям человеком. Вот прям большим. Ну, большим, маленьким человеком. Он все понимает прекрасно. Разговаривает. Передает свои эмоции. Я так счастлива, если честно, горда за то, что все наши проговаривания эмоций. То есть, когда, например, ребенок злится, и ты говоришь ему, ты сейчас злишься. Тебе сейчас грустно, если там он плачет, не хочет маму отпускать. Например, мама куда-то уходит, и ты говоришь, я понимаю, тебе сейчас грустно. То есть, не просто не плачь. Что значит не плачь? Ты, получается, блокируешь проявление эмоций. А какие бы ни были эмоции, негативные, позитивные, плохих эмоций нет. Если эмоция идет, она должна выйти. Поэтому каждый раз, когда мы говорили Еве, ты сейчас грустная. Это все имеет плоды сейчас. И это так приятно осознавать, что Ева проговаривает то, что чувствует. Это просто такая редкость для даже взрослых. В этот раз мы праздновали в закрытой студии, куда приглашали гостей, аниматоров, фотографа и видеографа. Это, кстати, лучшее для меня решение в такой день нанять видеографа, чтобы самой оставаться в моменте. И проживать праздник, а не смотреть на все происходящее через объектив камеры. Так что давайте все дружно поблагодарим Дашу за эти кадры. Можно сказать, благодаря ей этот влог и состоялся. Поначалу, кстати, единороги Еву скорее напугали, чем обрадовали. Но позже, смотря на подружек, она втянулась. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У меня вчера не было вообще никакого логического завершения дня, потому что мы все после суперэмоционального такого вечера просто существовали. Ева с Денисом и с бабушкой уехали в деревню. У меня тут, смотрите, что такое. У меня просто сегодня день учебы, именно поэтому я ем торт. В воскресенье же вчерашний день я пропустила вообще, не училась и попрошу скинуть мне весь этот день в виде онлайн-записи. Но сегодняшний день я не пропускаю, просто сейчас у нас перерывчик и я ем торт. Вообще, в двух словах, если то все прошло классно, но Ева в самом начале боялась выходить к единорогам, которые аниматоры. Хотя она любит, очень любит единорогов. Видимо, ее тут напугало, что они именно большие, что это люди-единороги, может быть, это, я не знаю. Я что хотела сказать, это на самом деле такой великий труд, и не каждому это дано. Будучи аниматором, вовлечь ребенка так, чтобы не давить на него, типа не каждую секунду спрашивать. Ну что, ну что, сейчас ты готов? Ну что, пойдем? Ева, хочешь? Ева, не хочешь? Потому что так еще сильнее ребенок закрывается, и он вообще такой, нет, я ничего не хочу, отстаньте. Вообще, может закапризничать, а они очень так плавно, мягко, даже особо не обращая на нее внимания. То есть, акцент делая на других детках, просто на взрослых, потихоньку, разными способами ее в итоге вовлекли. И в итоге ей все понравилось. Так что, я довольна очень, Ева тоже. Больше всего ей понравился вынос торта, я считаю, потому что это были какие-то невероятные эмоции просто. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok